Слава Богу, что мы в Доме Божьем. И в свое время Христос сказал весьма такой важный момент. Говорит, вам дано знать тайны Царства Божия о прочих притчах. Так что они, видя, не видя, не видя, слыша, не слышат и не обратятся, чтобы Я исцелил их. И так наше сердце сегодня будет приготовлено, чтобы постигать тайны Царства Небесного и в этом исследовать себя, проверять свои пути, свои намерения сердечно, чтобы нам быть искренними, чистыми чадами Божьими, потому что мы живем в строптивом и развращенном роде. И когда мы общаемся среди окружающих людей, то мнение этого мира часто влияет на наш дух, на наше отношение с тем, кому мы обещали служить чистой и доброй совестью. Итак, я напомню некоторые места со Священного Писания перед нашей молитвой, чтобы нам постигать тайны Царства Божия. Потому что если не будем постигать тайн Царства Божия, мы не войдем в него, наши сердечные пути не будут направлены к Нему. А если мы постигнем, будем вникать в закон совершенный, закон свободы, наше сердце будет прилепляться к Господу, и дух наш будет восторгаться к Богу живому и крепкому. И через это мы будем причастниками Божеского естества, удаляясь от господствующего в мире растления плоть, похотью и тому. Мы сегодня имеем возможность через Слово Божие постигать тайны Царства Божия. И блаженны те люди, которые умеют испытывать, исследовать самих себя. И через Слово Божие мы этим будем сегодня заниматься. Потому что Слово Божие есть свет, есть светильник в ноге нашей. И тот человек, который согласился быть освящаемым через Слово Божие, он обретет здравость и благоразумие в своей жизни. Итак, апостол Петр в своем первом послании говорит следующее, 4 глава, 7 стих и ниже. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые, домостроители многоразличной благодати Божьей. Итак, мы сегодня имеем возможность через Слово Божие проверить, насколько мы возросли, насколько мы обрели благоразумие, здравомыслие, целомудрие посредством Слова слышанное, которое мы слышим многие на протяжении многих лет, десятилетий. И насколько мы, как уверовавшие в Иисуса Христа, обрели это благоразумие и здравомыслие, вследуя за тем, от которого источники жизни. Потому что Слово Божие – источники жизни. И тот человек, который впитывает в себя это Слово, он обретает жизнь и жизнь с избытком. Потому что Христос сказал, во мне будете иметь жизнь и жизнь с избытком. И избыток жизни, он будет выражен в благоразумии и здравомыслии в наших действиях, в наших решениях и в наших помышлениях сердечных. Потому что за всем этим наблюдает Господь и взвешивает нас в нашей повседневной жизни. И тому апостол Петр, будься благоразумны, бодрствуя в молитвах. И так сегодня у нас есть возможность через Слово Божие рассмотреть самих себя. Насколько мы обрели благоразумие, и насколько Слово Божие впиталось в наше сердце и произвело в нас свое действие для созидания нас любви к Богу. И тому в свое время Христос, будучи Сыном Человеческим и находясь среди живущих на этой земле, Он многими местами Писания подтверждал, какие люди благоразумные, и как это благоразумие выражается в повседневной нашей жизни. Потому что наша жизнь, она не в церкви, она за стенами церкви, в наших домах, в наших семьях, на работах, и на всяком другом месте Господь, Он взвешивает наши сердца, Он взвешивает, насколько мы, как уверовавшие в Иисуса Христа, принявшие ее благодать, обрели это благоразумие и здравомыслие, и поступаем праведно среди нынешнего века. И тому Христос, когда был среди народа своего, Он весьма многими прыщами, Он моментами отображал тайны Царства Небесного. И тому сегодня я хочу напомнить некоторые места, которые будут показывать, насколько мы обрели благоразумие, и насколько мы бодрствовали в молитвах. Если мы бодрствовали в молитвах, то это благоразумие, оно проявится в жизни нашей. Оно никуда бесследно не исчезнет. Оно проявится. Мы не сможем его утаить, потому что оно будет выходить из сердца нашего, потому что в сердце наше мы что-то складываем. Добрый из доброго сокровища сердце выносит зло. Добрый, а злой из злого сокровища сердце выносит зло. И так благоразумие приходит через наше правильное, искреннее взаимоотношение с Иисусом Господом славы. И когда мы, будучи сынами дня, трезвимся, бодрствуем, то мы имеем свет. И во свете мы можем различать, где дела тьмы, а где дела света. А если не бодрствуем в молитвах, у нас не будет этого различия. И Христос, Он даст свою оценку нашим действиям и нашим поступкам. И так Слово Божие раскрывает один из моментов, который происходил в жизни Иисуса Христа. Евангелие от Луки 11 глава, 37 стих. Когда он говорил, это один фарисей просил его к себе обедать. И он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидел, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему, ныне вы, фарисеи, внешность чаще и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищением и лукавством. И дальше идет оценка действий человека, который пригласил Иисуса в свой дом. Он говорит, неразумные, не тот же ли, который сотворил внешнее, сотворил и внутреннее. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все у вас будет чисто. И так мы сегодня можем, каждый из нас в отдельности, приглашая в свой дом друзей, родных, близких, посторонних людей, мы внутри даем каждому из них свою оценку. Этой оценки никто может и не почувствовать, и никто не может не понять, но Бог, который сотворил в человеке внешнее и внутреннее, Он знает, какову мы оценку даем каждому из нас или каждому тому человеку, с кем мы пересекаемся в нашей повседневной жизни. И здесь Христос, будучи приглашен в дом фарисея, и произошел такой внутренний диалог у Христа и с этим человеком, который пригласил его в дом. Я думаю, когда кто-то к нам приходит, кого-то мы приглашаем в дом, он всегда дает лесную оценку. И мы часто сами даем лесную оценку, как ты хорошо приготовила, как у тебя все уютно, как приятно, как все, даем лесную оценку. Но Бог, который проникает в глубину нашего естества, Он знает нашу внутреннюю оценку, как мы оцениваем друг друга. И Христос, смотря на этого человека, смотря на его гостеприимство вроде, он возжелал это сделать, он дал оценку уже не внешне, а словами выразил, неразумные. Неразумные. Не тот же ли, который сотворил внешнее, сотворил и внутреннее. И тому мы сегодня, друзья дорогие, имеем возможность через Слово Божие просветить очи своего сердца, насколько мы постигаем тайны Царства Божьего в нашей жизни. Насколько-то Царство Божие вселяется Духом Святым в сердце наше, и оно будет вселяться тогда, когда мы будем бодрствовать в молитвах. Но если не будет бодрствования в молитве, придет время, и Христос даст Свою оценку, ты вроде приглашал внешне, а внутри-то не был в одном духе с Ним. Ты внутри возмущался, огорчался, столько он много кушает, столько он так не одеется неопрятно, и тому подобное. Мы сегодня это делаем, друзья дорогие, и если бы, а чтобы освободиться от этого человеческого мнения, влияния от образа этого мира, нам нужно научиться бодрствовать в молитвах. Христос в свое время сказал, говорит, должно всегда молиться и не унывать. Если наш дух будет наполнен молитвенной жизнью со Христом, друзья дорогие, ничто чуждое и нечистое, оно не будет входить в наше сердце, и наше сердце будет свободно от предвзятого мнения о человеке, от осуждения, от огорченного состояния. Но когда наше сердце, когда дом выметен и убран, и не заполнен, то кто-то приходит и заполняет наше естество. Друзья дорогие, пустым дом не бывает, кто-то поселяется внутри нас, и кто-то господствует в нашем внутреннем человеке, и мы часто недооцениваем самих себя, думаем, а что тут такого я так помыслил, мои глаза так посмотрели с любовью. Много можно проводить таких моментов. И Господь оценивает, друзья дорогие, так бесследно не проходят наши общения, не проходят наши взаимоотношения. Он всегда присутствует в нашей жизни и дает оценку нашим действиям и нашим решениям. И тому сегодня, друзья дорогие, будем бодрствовать в молитве, чтобы нам обрести благоразумие пред лицем Господним, дабы нам не впадать в искушение и все дьявольскую. И тому, что через это приходит осквернение нашей совести, и в наш дух теряет молитвенную жизнь пред лицем Господним. И нам нужно будет возвратиться, откуда я не спал, и покаяться, и творить прежние дела. И тому мы сегодня приходим в Дом Божий, чтобы постигать тайны Царства Божьего, чтобы как внешнего человека мы содержим, чтобы видеть хорошее имя, так и внутренним человеком мы должны еще более глубже наблюдать, исследовать, что происходит внутри нас, когда мы ведем обыкновенный образ нашей жизни среди живущих на этой земле. И я еще обращу внимание на один из моментов, и каждый из нас, он как человек, пришедший в Дом Божий, чтобы постигать тайны Царства Божьего, рассмотрели самих себя и дали сами себе оценку, чтобы прежде чем мы пристанем пред Богом, мы уже были освященным народом, устроенным, устроенный наш Дом Духовный, и в этом Доме Духовном приносили жертвы благоприятные Богу Иисусом Христом, чтобы именно завлаговременно мы могли приготовить себя для встречи с Ним. И для того, чтобы приготовить, им нам дано было время облежься. А если это время, которое Бог дал, облежься, и я не облегся, я не оприобрал это благоразумие, не пользовался Божьим благостью и милосердием, тому, что Дух Святой сегодня находится среди собрания народа Господня, но придет время, когда Дух Святой будет взят от среды, и тогда откроется всякое беззаконие и нечестие людей, которые жили или живут в настоящее время. Откроется вся нечистота, тому, что не будет удерживающего, открыться вся наша сущность, вся наша природа, и тому нам сегодня дано возможность обогатиться через Иисуса Христа теми даяниями благими, чтобы, когда придет это время нечестия, время скорби, мы были приготовлены, у нас не было этого нечестия, чтобы оно не вышло через наши уста, а наша жизнь была целостно сохранена для Господа нашего Иисуса Христа. Итак, Слово Божие, дальше будем рассуждать. 12 глава Луки. «И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле, он рассуждал сам с собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих, и сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие, соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое, и скажу, душе моей душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись, но Бог сказал ему, безумный, сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не у Бога богатеет». Здесь Слово Божие подводит итог жизни одного человека, который был богат, успешный в жизни, прогресс был, достаток был, изобилие было, житницы были, но их оказалось мало, сказал, сломаю, построю, другие более обширные, соберу добро мое, и скажу, душа, ешь, пей, веселись, много добра лежит у тебя на многие годы. Друзья, дорогие, и здесь Слово Божие говорит, так бывает с тем. Здесь Бог как бы подводит итог жизни каждого живущего на этой земле, и мы сегодня пришли в собрание Божие, чтобы рассмотреть себя, каковы, каков путь я избрал для самого себя. Мы сегодня говорим о последнем времени, о тех бедствиях, которые грядут на Вселенную, и Бог Господь неоднократно предупреждаю, что приходят именно времена Сидраха, Мессаха, Авдинага, огненные, эти печи придут в жизнь народа, живущего на земле. И нам сегодня важно, чтобы мы обогатились правильным богатством, обогатились Иисусом Христом, Господом славы. Когда придет этот злой день, в нашу жизнь мы не оказались именно неприготовленными, чтобы Господь не сказал, неразумный, говорит, безумный, сию ночь душу возьмут у тебя. Кому достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем. Друзья, так, Слово Божие, бывает с тем. Каждый из нас в отдельности должен испытать, что я собираю для себя, живя на этой земле. Кто-то накопил долларов, многие тысячи, как бы собрал себе на будущее год и сказал, все, я могу жить свободно, моя старость обеспечена, моя жизнь обеспечена, а Господь подводит свой итог. Сказал, безумный, не это ты положил в основание, не к этому прилепилось сердце твое, не с этим ты пойдешь в вечность, это там не примут. Примут те, которые в Боге богатели, которые открывали ему свое сердце, ходили в смиронном состоянии духа, видели сироту, вдову, немощных, больных, имели способность именно видеть бедствующих, имели способность сострадать тем, кто имел потребность в сострадании. Друзья, дорогие, мы сегодня, каждый из нас прошел в Дом Божий, чтобы постигнуть тайны Царства Божьего. Не тайны человеческого бытия. Мы сегодня хорошо можем ориентироваться. И если смотреть по-человечески, человеческой меркой, мы можем о этом человеке сказать, какой он успешный, как Бог его благословил, как Бог устроил дом его, у него все есть избыток, и преизбыток. И люди сегодня восторгаются, восхищаются такими людьми, их благотворят, о них весьма лестно говорят, потому что они имеют внешнюю форму, а внутри испытывает Господь и знает мотивы каждого нашего решения, знает, в чем мы богатеем, кому мы приготовляем эти сокровища, для кого? Для себя? Или мы видим людей, которые окружают нас, и можем сострадать им, можем содействовать для них в жизни и тому. Друзья дорогие, Божье Слово, оно сегодня не лицеприятно ни ко мне, ни каждому из нас в отдельности. Мы сегодня пришли, чтобы вникать в закон совершенный, постигнуть тайны Царства Небесного. И если мы их не будем постигать в нашей жизни, то дверь Царства Небесной, она не откроется перед нами, не откроется, некому будет открыть. Бог откроет Царство Божие для тех, которые в Боге богатели, которые обогатились Его нищетою и стали причастниками Божеского естества, которые положили основания, углубились и утвердились Его благодати, имея свидетельство Духа Святого внутри себя, что они дети Божьи, Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Друзья, это неотъемлемая часть верующих людей, которые последовали за Христом. Божий Дух свидетельствует Духу нашему, что мы не свои, мы куплены дорогою ценою. И тому для нас важно сегодня, чтобы мы богатели в Боге, чтобы Бог правильную оценку мог дать каждому из нас в отдельности, и мы не постыдились пред Ним в пришествии Его, тому, что Его пришествия будут внезапными внезапными для живущих на этой земле. И не скажешь, что вот завтра придет Христос, и сегодня я уже раздам то, что я накопил за многие годы, и приобрету богатство. Не приобретешь. Сердце нелегко меняется. Принципы нашей жизни нелегко преобразуются, а не преобразуются, когда Слово Божие проникает до разделения души и духа. А если Слово не проникло, по-человечески мы не угодим Богу, мы не прославим Его как Бога, мы можем Его прославить тогда, когда мы сотворим Его волю, когда по Его воле жертвуем, по Его воле благотворим, по Его воле видим нуждающимся, мы открываем сердце для слышания, а дух Божий производит в нас хотение и действие, и через это открывается свободный вход Царства Господа, Иисуса Христа, и тому мы сегодня имеем возможность через Слово Божие обрести, через отношение со Христом, обрести благоразумие, чтобы Христос не сказал неразумный или безумный и какую-то другую оценку дал. И в притчах есть такое одно интересное место, говорит, благоразумный видит беду и укрывается, а неопытный идет и наказывается. Как же, друзья, дорогие, сегодня нам рассмотреть себя, вижу я беду или я не вижу ее, или я на все закрываю глаза, у меня есть достаток, положение, я проживу, я пройду эти обстоятельства, и у меня будет все нормально. Друзья, дорогие, не обольщайтесь. Бог на троне, небо и земля под нож, и ног его, а мы на земле, и для нас важно, чтобы Его Слово произвело в нас свое действие, чтобы Он Духом Святым мог предупредить нас и наставить о тех обстоятельствах жизни, с которыми нам придется соприкоснуться. А мы соприкоснемся, друзья, мы уже соприкасаемся с этими обстоятельствами жизни. Многие сегодня стоят на распутии. А как мне поступить в вакцину, принимать или не принимать? Говорит, благоразумный видит беду, он видит, что за этим стоит и какие последствия стоят. А если человек не бодрствует в молитве, он не видит в этом беды, и он впадет в искушение и в сеть, и потерпит кораблекрушение в вере, тому, что не бодрствовал, не наблюдал за Словом Господним, и Слово Божие не пребывало внутри его, и он не мог видеть этой беды и впал в нее. И тому мы сегодня будем бодрствовать, друзья, наблюдать, чтобы Господь Духом Святым руководил и совет его был в его нашем сердце. И тогда мы не ошибемся, мы будем видеть беду обстоятельства, и Бог будет предупреждать, Бог будет увещевать и наставлять нас на всякую истину. А если не бодрство в молитве, будем зависеть от мнений людей, как общество скажет, как люди скажут, как обо мне посмотрят, а почему я должен страдать, я лучше приму вакцину и буду работать спокойно. Да, примешь, но последствия не знаешь, какие будут, и с чем ты встретишься в последствии, не знаешь. А Слово Божие благоразумное видит беду и укрывается. Пусть Бог поможет сегодня нам бодрствовать в молитвах наших и давать правильную оценку своему состоянию сердца, не внешнего образа жизни, а внутреннего состояния нашего сердца, пред тем, от которого зависит наше настоящее и будущее, чтобы мы, будучи сынами дня, могли видеть те времена и те ситуации жизни, и не оказались именно застегнутыми врасплох внезапно. Потому что это сеть, которая будет накинута на всех людей по всему лицу земли. И если человек не бодрствует, он попадет в эту сеть, и выбраться оттуда уже будет невозможно. А нам сегодня дана возможность через Слово Божие, через нашу молитвенную жизнь обрести глаза и уши, чтобы видеть и знать тайны Царства Божия, и ходить путем новыми живым, чтобы на этих путях нам видеть руку сильного и крепкого Бога, не полагаться на то, что я заготовил, у меня уже все приобретено, запасы есть на многие годы. Друзья, это обольщение, осквернение нашего Духа. И через это мы лишаемся Божьего Царства и Божьего присутствия в нашей жизни, тому, что мы положили основания не в Боге, а в наших силах и способностях. И тому Слово Божие, Павел говорит, Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, а Духа. Путь Божий Дух сегодня руководит Советом Своим и ведет нас в Свою славу, чтобы наша воля, она была подчинена воле того, кому мы принадлежим и кто является Господином нашей жизни. И тому у нас есть еще возможность в молитве бодрствовать, открыть свое состояние сердца, показать, сказать Богу, что сегодня тяготит мой Дух, что сегодня лежит внутри меня, какое основание положено, чтобы воля Господня, она достигла моего сердца и во мне была жизнь, и жизнь была для того, чтобы прославлять Бога, благодарить Бога и воздавать Ему всю славу и всю благодарность, чтобы без ропота и сомнения проходить предлежащее нам поприще. Слово Божие, без ропота и сомнения. А если есть ропот и сомнения, то мы не пройдем предлежащее поприще, оно будет непосильно для нас. И тому проверьте свое состояние, есть ропот внутри вас, есть негодование на власть и на обстоятельства жизни не пройдешь, споткнешься, упадешь, потому что не будет так, как ты задумал, будет так, как Бог опройдет, а Бог опройдет идти путь смирения в послушании Его воли. И тому преклонившие колени будем нуждаться, чтобы нам быть услышанными на небесах. Молимся. Отец, милосердие, Бог всякого благоволения, мы приступили к камню живому, Господи, чтобы устроять наш дом духовный во имя Твое, Господи, чтобы слово Твое, оно пребывало и созидало наши пути, наши отношения, Господи, чтобы, когда придет старость в нашу жизнь, Ты не сказал безумный, потиравший рассудок, разум, Господь, помоги, Господи, чтобы народ Твой избежал этих последствий, Господи, чтобы они богатели в Боге, обогащались Христом и в Нем имели здравость и целомудрие и благоговение, чтобы враг не помрачал разум народа Твоего, но народ вовремя мог слышать, вовремя мог реагировать, вовремя мог отвечать на запросы Духа Твоего в нашу жизнь, Господи, помоги, Дух Святой, ибо мы сами по себе не в состоянии сохранить себя, Господь, но Ты открываешь природу нашего естества, когда силы ослабеют, когда немощи приходят, Господи, проявляется то, что мы собирали, Господь, собирали для Духа, будем радоваться и благоговеть, собирали по плоти, будем терять рассудок и рассудительность и здравомыслие, Господи, сохрани народ Твой, чтобы вовремя, Господи, Слово Твое, оно просветило, оно открыло нам путь превосходнейший, и мы пошли по этому пути, мы держали царство славы, обогатились Тобою, и в Тебе имели совершенный мир и совершенный покой в сердцах наших, Господь, когда придут, не мащи в народ Твой, Господи, чтобы народ не поколебался и не смутился, но в радости, без ропота и сомнения проходил этот путь, зная, что за всем наблюдает Господь, и от Него нет твары сокровенной, Божия благословит все это собрание народа, пришедшего слушать тайны Царства Небесного, чтобы это Царство Небесное, оно в нас пребывало, оно нами руководило, оно нами, Господь, давало способность нам действовать благоразумно и верно во имя Твое, Божие, сохрани народ Твой, Господи, от всякого рода зла, чтобы зло не в плоти, не в духе, оно не укоренялось, Господь, но мы вовремя очищали себя, освящались посредством слышанного слова и, прилагая старания, обрели благоразумие в нашей жизни во славу Твое, Господи, это дальнейшее служение, благослови, управ сердцами нашими и помышлениями нашими и желаниями нашими, когда мы пойдем в повседневную жизнь, Господи, чтобы дух молитвы, он присутствовал в сердцах наших и мы не мыслили, Господи, о земном и не были порабощаемы, Господи, вещественными началами этого века, но обновленными в духе по слову Твоему, Господи, обогащались созиданием в любви к Тебе, Дух Святой, устрояй пути нашего сердца по слову Твоему, дабы наша радость и наш разум был верным и чистым пред Тобою, и ныне, Господь, веди это служение и устрояй пути нашего сердца по слову Твоему, о Тебе слава, хвала вовеки, аминь. Субтитры создавал DimaTorzok